Добрый день, дорогие друзья! С большим удовольствием я сегодня представляю Институт ядерной физики и технологий. Отличительной особенностью нашего института является проведение фундаментальных прикладных исследований мирового уровня в области физики ядра, элементарных частиц, космо- и астрофизики, а также разработок в области ядерных технологий, новых материалов и ядерно-энергетических установок. Наши выпускники – это профессионалы своей области с широким кругозором и способностью к самообразованию. Именно таких специалистов готовит наш институт по широкому спектру направлений. Мы осуществляем набор сразу на двух площадках – на Московской и Обнинской, на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры – по направлениям подготовки – ядерная физика и технологии, материалы ведения и технологии материалов, ядерные реакторы и материалы, а также атомные станции, проектирование, эксплуатация, инженеринг и другие. Есть программы, реализуемые на английском языке. Что отличает наш институт от других? Прежде всего, уникальные научные установки и детекторы. Собственные, которые находятся на территории Института ядерных исследований. Устойчивые связи нашего института с госкорпорацией «Росатом» и международными организациями, такими как, например, Международное агентство по атомной энергетике. Лидерские позиции АФИД, вяжущих международных научных коллабораций по физике частиц – это тоже важная и отличительная черта, в том числе на установках класса «Мегасайенс». Хочу отдельно отметить широкое участие нашего института в международных образовательных и научных сетях, а это совместные программы, программы двойных дипломов, стажировки и школы для наших студентов. Мощная научная инфраструктура института определяет высокий уровень и широкий спектр проводимых в нем исследований, а это значит, предоставляет прекрасные возможности для подготовки высококлассных специалистов. Кроме уникальных детекторов всех ионизирующих излучений, в институте целый комплекс современного оборудования по рационному материаловедению и физике ядерных реакторов. В институте ведутся разработки новых ядерных технологий и ядерных материалов для нужд ядерной энергетики и других направлений. Ведущими специалистами нашего института проводятся разработки математических моделей физических процессов в ядерных установках. На основании этих моделей разрабатываются тренажеры блочного счета управления АЭС, а также виртуальные аналоги различных ядерных установок. Вместе с ведущими российскими и зарубежными учеными наши студенты проводят исследования космических лучей на уникальной установке НЕВАТ, которая находится непосредственно на территории университета. На ней проводятся как фундаментальные исследования в области физики частиц и астрофизики, так и прикладные в области мониторинга и прогнозирования состояния околоземного пространства с использованием природных потоков частиц на поверхности Земли. НЕВАТ – это еще и экспериментальный полигон для разработки, проведения испытаний и калибровки новой ядерно-физической аппаратуры и новых методов и подходов. Он объединяет в своем составе несколько самостоятельных детекторов, не имеющих аналогов в мире. Прежде это Черенковский водный детектор объемом 2000 кубических метров воды с пространствием решеткой внутри из квазисферических модулей. Координатный детектор ДКОР с высоким пространственным угловым разрешением для регистрации частиц под большими зенитными углами. Установка для прикладных исследований меонный годоскоп «Ураган», который непрерывно регистрирует поток меонов из верхней полусферы. Есть еще распределенная установка для регистрации широких атмосферных ливней. И много сопутствующих технологических систем. Наши ученые участвуют в разработке аппаратуры для экспериментов Международного центра ядерных исследований ЦЕРТ. Это АТЛАС, АЛИСА, СМС, экспериментов российского проекта НИКО и многих других. Партнерами института и работодателями являются предприятия Института Госкорпорации Росатом, Курчатовский институт, Институты Российской Академии Наук, а также ряд ведущих международных организаций и вузов. Здесь вы видите все образовательные программы нашего института для бакалавров и специалистов, а также для магистров. Подробнее об уникальных образовательных программах магистратуры расскажет мой коллега Георгий Валентинович Тихомиров. Добрый день, дорогие друзья! Как уже сказала Наталья Сергеевна, в Институте ядерной физики и технологий реализуется множество магистрских программ. Причем их можно разделить на два типа. Одни программы – это традиционные, которые мы реализуем уже много лет, и другие программы – это новые, ну или как мы их любим называть, уникальные программы. Если информацию о традиционных программах вы легко найдете на сайте МИФИ, то об уникальных программах я постараюсь вкратце рассказать. Эти уникальные программы открыты в последние годы под заказы конкретных предприятий или даже конкретных дивизионах госкорпорации «Росатом». И первая уникальная программа – это программа «Физика и экономика ядерных энергетических технологий». Идею этой программы высказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачев. Он озвучил, что сегодня в атомной отрасли не хватает людей, которые имеют хорошее инженерное образование и при этом могут продвигать российские технологии на международной арене. И появилась идея сделать программу двух дипломов, инженерную подготовку, в которой будет реализовывать Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, и эта программа будет реализовываться по направлению ядерной физики и технологии. И второе – это экономика, но экономику будут преподавать профессора и преподаватели Всероссийской Академии внешней торговли. И вот появилась эта программа, которая действительно является программой двух дипломов, потому что три дня в неделю студенты обучаются в МИФИ, и три дня в неделю они обучаются в АФТО. Программа очень тяжелая. Но у нее есть свои плюсы. Какие? Это, во-первых, непосредственное знакомство с теми международными организациями Росатома, которые продвигают ядерные технологии на международной арене. Это Росатом Сервис, Росатом Аверсис, Росатом Международная Сеть, Тенекс и другие. То есть каждый студент проходит собеседование с ними. Следующий момент – это, конечно, свободный английский. При наборе уже отбираются студенты, знающие английский, и преподаватели Всероссийской Академии внешней торговли рассказывают и продвигают деловую английский в области экономики. Как показал практика первых выпусков, очень успешно. Таким образом, на выходе из этой программы появляются те специалисты, которые обладают, с одной стороны, уникальными инженерными компетенциями, а с другой – хорошими экономическими знаниями. И первый выпуск показал, что они являются востребованы в тех предприятиях Росатома, о которых я сказал. Для кого эта программа? Для амбициозных, молодых ребят, которые имеют предпринимательскую жилку и которые бакалавриат прошли все-таки по инженерным дисциплинам. Тогда появляются те специалисты, которые нужны сегодня по этому направлению Росатома. Вторая программа, о которой я хотел бы рассказать, это программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения». У истоков этой программы стоял Першуков Вячеслав Александрович, который является руководителем проектного направления «Прорыв» и который в свое время обозначил задачу этой магистрской программы. Мы должны подготавливать специалистов в прямом контакте с теми людьми, которые сегодня реализуют проект замкнутого ядерного топливного цикла. И действительно, у этой программы очень много совместителей. Час курсов читается в РХТУ, в частности курс радиохимии. И специалисты готовятся комплексного, чтобы они знали все этапы замкнутого ядерного топливного цикла. Партнерами данной программы являются институты госкорпорации «Росатом» и другие предприятия, например, Институт безопасного развития атомной энергетики Академии наук, который реализует проект «Прорыв». Данная программа нужна для отрасли, и она предназначена для людей, которые хотят погрузиться в физику ядерных реакторов, в моделирование физики ядерных реакторов, и также хотят познакомиться с большим проектом, который сегодня реализуется в Российской Федерации. Это проект «Прорыв», который должен сделать Россию лидером в области технологий замкнутого ядерного топливного цикла и технологий быстрых ядерных реакторов. Еще одна программа, о которой я сегодня хочу вам рассказать, эта программа называется «Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии». Действительно, кроме разработки ядерных технологий, кроме реализации ядерных технологий, есть еще такой вид деятельности, как надзор за обеспечением безопасностью, за безопасностью проектов использования атомной энергетики. Для этого существуют специальные научные подразделения Ростехнадзора России, такие как Научно-технический центр ядерно-национальной безопасности НТЦ и РБ и ВОБезопасность. В рамках этой программы студенты изучают международный опыт регулирования безопасности, изучают физические особенности ядерных объектов и способы обоснования безопасности их использования, и практику проходят на тех предприятиях, о которых я уже сказал, НТЦ и РБ и ВОБезопасность. Руководителем программы является директор НТЦ и РБ Хамаза Александр Александрович, и часть курсов будет читаться специалистами Ростехнадзора, которые введут ребят в курс дела по этой сложной, нужной деятельности. Опять-таки, на эту программу приглашаются ребята, которые имеют инженерное образование, и которые не прочь поработать с документами, с нормативами и с кодами, которые используются для обоснования безопасности объектов использования атомной энергии. Еще одна уникальная новая магистская программа с 2020 года будет реализовываться в Институте ядерной физики и технологий совместно с Высшей инжиниринговой школой. Название этой программы – технология вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии, направление подготовки – ядерная физика и технология. Заказчиком программы выступает топливная компания госкорпорации Росатом ТВЭЛ, которая является отраслевым интегратором в области вывода из эксплуатации ядерно-радиационно-опасных объектов. Студенты на этой программе будут изучать все вопросы, связанные с полным жизненным циклом ядерных объектов, от проектирования, строительства до эксплуатации и вывода из эксплуатации. Сегодня вывод из эксплуатации постоянно увеличивается, Росатом хочет занять на нем достойное место, и поэтому студенты будут вовлечены в реальные проекты по данному направлению. Все магистрские программы Института ядерной физики и технологий имеют общие особенности. Во-первых, лидером каждой программы является ведущий специалист в соответствующем научном направлении. Все студенты будут общаться с реальными профессионалами, потому что во всех программах они активно участвуют в разработке курсов, в курировании студентов при прохождении практики. Всем студентам будет предоставлена возможность пройти практику на предприятиях и принять участие в реальных актуальных проектах. Все наши программы для тех студентов, которые хотят стать будущими лидерами ядерной науки и индустрии. Приходите к нам, мы ждем вас и надеемся, что вам будет интересно на наших программах. Продолжение следует...